И всем привет ребят, с Вестер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами я бы хотел обсудить очень важную тему, тему онлайна, тему того, что у нас происходит вместе с вами в игре. Что вы думаете по этому поводу, вы тоже выскажитесь в комментарии, ну и я выскажу свою позицию и свое мнение на это. Ни для кого не секрет, что проблема онлайна на сегодняшний момент времени это, ну одна из причин, почему у нас велись боты, да, и почему боты появились в таком количестве. Вы видели видос, если не видели, то можете перейти его посмотреть, связанный с ботами, да, и с тем, сколько ботов у нас в матчмейкинге стало даже на легендах. Да, и понятное дело, что это все приурочено к онлайну. Если вы ждали этот видеоролик и вам нравятся видосы разговорной тематики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных слов на 20 тысяч танкоина. Для этого в аккаунтике устойте ему личный так, так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, который есть в описании. Ну и к чему я вообще все это дело веду? Веду я все это дело к тому, что боты это, можно так сказать, точка невозврата, да, которая подтверждает нам проблему онлайна и проблему того, что у нас вообще происходит внутри игры. Что нужно сделать, чтобы этот онлайн вырос на сегодняшний момент времени? Что нужно сделать? Если полгода назад, год назад я говорил о том, что нужно добавлять какие-то там новые ивенты, добавлять еще какие-то вещи, да, которые будут стимулировать игроков, как-то заинтересовывать игроков, там, контракты и все прочее, да, то на сегодняшний момент времени у меня, если честно, даже ответа нету. У меня даже нет ответа, потому что, как вы знаете, я и сам уже перестал, можно так сказать, играть в игру, да. Я по большей части только записываю какие-то видосы на каналы. И в целом уже, наверное, на протяжении месяца, ну месяца, наверное, где-то, да, плюс-минус месяц уже не веду такую активную игру, не стримлю нашу замечательную игру, да. И сам столкнулся с такой вещью, как, что меня лично самого может заинтересовать заходить в игру чаще, да, например, там, стримить, играть много в игру. Что меня может заинтересовать на сегодняшний момент времени? И вопрос, и ответ на этот вопрос, я, честно говоря, пока не нашел. Ивенты какие-то специальные, возможно, возможно, какие-то супер-ивенты, контракты какие-то, да, которых будет прям нереальный интерес. Ну, либо ивенты, в которых будет тоже вот какая-то концепция интересная. Вот по типу, например, того ивента, который был у нас не Собери Танк, а вот до него был ивент, там, где были вот эти вот пазлы. Мне, честно говоря, та концепция прям очень понравилась, и у меня было желание выполнять этот ивент. Поэтому, наверное, на сегодняшний момент времени ивенты решают многое, да. Матчмейкинг сам по себе для меня лично стал максимально скучен, да. И в том формате, в котором он есть на сегодняшний момент времени, может быть, его тоже нужно как-то перерабатывать, да. Все-таки для меня лично это очень однотипная вещь. Очень однотипная и постоянно, грубо говоря, у тебя происходит все то же самое. У тебя одни и те же карты, у тебя одно и то же время боя, у тебя все те же самые крипа-тиммейты, да, теперь еще и бота-тиммейты. И все, по сути, ну, происходит одно и то же, да. Для меня лично, ну, наверное, вот эта вот однотипность и однообразие матчмейкинга, может быть, и отдалила от всего этого. Ну и, очевидно, какие-то ивенты должны цеплять игроков, по большей части, чтобы в этом был какой-то дополнительный интерес. Контрактов, обещанных уже полтора или два года назад, до сих пор нету, да. У нас тут поводились вот эти вот контракты ивентовые и больше ничего, да. Хотя обещания были уже два года назад, что у нас будут контракты в игре. Их до сих пор так и нету, этих замечательных контрактов. Вводятся, ну, по сути, одинаковые ивенты на протяжении, я имею в виду вот эти вот внутриигровые, на протяжении всего времени. То есть у нас есть, там, условно, две-три недели, когда проходит ивент с одними и теми же миссиями, да. С, по сути, одинаковыми ивентами, которые меняются только лишь в днях, меняются в названиях. А так, по сути, наверное, у нас все повторяется, да, все циклично и все повторяется. Поэтому, возможно, вот в этих всех вещах нужно сделать больше разнообразия, больше какого-то дополнительного интереса, креатива. И это будет привлекать новую аудиторию, старую аудиторию, которая захочет тоже возвращаться в игру, захочет заходить в нее, ну, и играть вместе. Наверное, вот такие вот вещи у меня лично сейчас есть в голове. Что касаемо всей моей истории, возможно, тоже запишу какой-то отдельный видос. Здесь уже не буду ничего тут дополнительного говорить, потому что много ребят тоже мне задают вопросы. Что да как, чего, почему, где стримы там. Поэтому, может быть, запишу отдельный видос. Ну, а в этом видосе напишите свое мнение, что может помочь нашей игре, что может увеличить онлайн в нашей игре. Как сделать игру лучше и что может помочь на сегодняшний момент времени игре вернуть, возможно, ваш дополнительный интерес. Ну, и вообще интерес игроков, которые либо не играют уже в игру, либо играют мало в нашу игру. Поэтому пишите все свои мысли. Поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяйте в дискорд. Участвуйте в розыгрыше по тегу. К слову, у нас уже не так много времени осталось. Поэтому, кто участвует в розыгрыше по тегу, заполняйте форму обязательно. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok